Весь день на пляже, но не удовольствие ради, а работы для. В Самаре на Красноармейском спуске водолазы очищают Волгу от водорослей. Набор для борьбы с нежелательной растительностью небольшой. Обыкновенная ручная коса, трос и несколько баллонов с кислородом. Водолазы ищут клады, только этим водолазам клады не нужны. Они очищают акваторию Волги от водорослей. В течение дня проходит около одного километра. И так несколько дней и вся работа начинается заново. Баллоны с кислородом позволяют работать на глубине. За один день расходуются около трех баллонов. Те места, где водоросли растут разрозненно, проходят с тонким тросом навстречу течению. Один водолаз идет по берегу, другой перемещается в глубине. Натянутый как струна трос не оставляет растительности ни одного шанса. Но больше всего, рассказывают водолазы, приходится работать обыкновенной ручной косой. По словам специалистов, если дать им волю, водоросли могут вырасти в человеческий рост. Чтобы этого не допустить, начиная с открытия пляжного сезона на одно и то же место бригада водолазов выезжает каждые 10 дней. А если лето стоит жаркое, бывает, что и чаще. Как минимум, это неприятно, когда плаваешь и мешают водоросли. Основное – это, конечно, безопасность. Для того, чтобы они запутались, не испугались, не захлебнулись. В августе больше водорослей. Бывает, что они вырастают, конечно, и быстрее. Есть отдельные случаи, когда водолазы по требованию выезжают дополнительно. Еще одна задача водолазов – изучение рельефа постоянно меняющегося дна. Течение реки образует на глубине провалы, в которые могут угодить купающиеся. К сожалению, наша сторона Волги характеризуется тем, что у нас вымывается периодически песок. Поэтому водолазы изучают характеристики. И если по каким-то причинам появились промоины, иные участки резкого свала глубины, и они непосредственно в близости от участков, предназначены в том числе для людей, не умеющих купаться. Соответственно, принимаются меры по переносу этих объектов пляжей, изменения расположения берегов, в ходе того, что переносуют детских площадок и ограждений для детского пляжа. Такая ситуация уже возникала в этом сезоне. На четвертой очереди набережной после схода воды напротив детского пляжа образовалась яма. Городские власти приняли решение перенести игровые площадки в более безопасное место. На всех пляжах зона купания обозначена буйками, они размещаются на удалении трех метров от берега. А там, где создана территория для тех, кто плавать не умеет, на расстоянии одного метра двадцати сантиметров от линии воды. Расчищается не только речное дно, но и пляжная территория. Дважды в день подряд на организации собирают и вывозят мусор, а также следят за состоянием пляжного оборудования, к которому не все самарцы относятся бережно. Кроме того, на пляжах ежедневно обслуживаются передвижные туалетные кабины, производится откачка, мойка и дезинфекция. Специалисты просят отдыхающих соблюдать чистоту на пляже и правила поведения. Не выгуливать домашних животных, не курить и не распивать спиртные напитки. А главное, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Это приводит к трагедиям. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События.